Урок 3. Задача 1. Сторона первого квадрата А сантиметров. Сторона второго квадрата на 3 сантиметра меньше. Насколько площадь второго квадрата меньше площади первого квадрата? Площадь первого квадрата. А умножить на А, или А в квадрате. Площадь второго квадрата со стороной А-3. А-3 умножить на А-3, или А-3 в квадрате. А теперь нужно найти значение вот этой разности. Значит, настолько площадь второго меньше площади первого. Задача 2. Вторая сумма трех последовательных нечетных чисел 81. Найдите меньшее число. Давайте меньшее нечетное число обозначим 2n плюс 1. Нечетное число при делении на 2 дает остаток 1. То, которое идет следом, следующее нечетное, на 2 больше. Значит, 2n плюс 3. И третье еще на 2 больше. 2n плюс 5. Сумма трех – 81. Давайте раскроем скобки, приведем подобные слагаемые. Упростим. 2n плюс 2n плюс 2n – 6n. 1 плюс 3 плюс 5 – 9. Значение суммы – 81. Значит, 6 умножить на n – это 72. Чтобы найти n, 72 надо разделить на 6. n – это 12. Вопрос задачи – меньшее число. Значит, надо подставить вот в это выражение. Вместо n – 12. И получится 25. Ответ 25. Задача третья. Верно ли утверждение? Сумма четырех любых четных чисел делится на 4. Утверждение неверно. Потому что можно назвать вот такие числа. Это числа четные. Четыре четных числа. Значение суммы – 14. 14 на 4 не делится. Или такой пример. Первые три числа – это числа, делящиеся на 4. А четвертое число – число, которое при делении на 4 дает остаток 2. В результате значение суммы – это число, которое при делении на 4 дает остаток 2. Вопрос. Верно ли утверждение, что для любых? Ответ – нет, неверно. Задача четвертая. Автобус проходит s километров за t часов. С какой скоростью должен двигаться автобус, чтобы пройти половину пути за t плюс 1 час? Половина пути – значит, путь s надо разделить на 2. Это будет половина пути. Время движения – t плюс 1. Как найти скорость? Надо пройденный путь разделить на время. Так, и можно записать вот в таком виде. Если немножко упростить, s надо делить на удвоенную сумму t плюс 1. Задача пятая. Из формулы, из данной, выразите v – скорость. Так, давайте вот это слагаемое перенесем. Из правой части равенства в левую. При этом меняется знак на противоположный. Справа было минус 3, слева будет плюс 3. Так, а теперь надо выразить скорость v. Удобнее записать вот это произведение не справа, а слева от знака равенства. Так, а справа будет s плюс 3. Теперь нужно разделить обе части равенства на t. Тогда слева будет скорость v, а справа будет s плюс 3, деленное на t. Таков ответ.